Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня выпуски. 30 лет дружбе народов Израиля и Украина выпустили совместную марку. Операция переквалификация Министерства транспорта и туризма договорились о переобучении гидов на водителей автобусов. Был бы повод, Игорь Сандлер собрал друзей на ежегодный футбольный турнир. За минувшие сутки в России диагностировали 20 914 новых случаев коронавирусной инфекции. 20 713 человек выздоровели, 799 умерли. Общее число заболевших превысило 6 600 000. В Подмосковье, где сегодня выявили 1240 зараженных, началась прививочная кампания мигрантов. На нее выделено 100 000 доз «Спутника Лайт». В день планируется прививать до 1500 иностранных граждан. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре в стране появится пятая вакцина от коронавируса – модифицированная эпивак-корона. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подал документы на ее регистрацию в конце июня. За минувшие сутки в Израиле провели около 150 000 анализов на COVID-19. 7 832 из них показали положительный результат. Отныне вступили в силу новые карантинные ограничения. Частные собрания ограничены до 100 человек на открытом воздухе и до 50 в помещении. Торговым центрам и другим предприятиям было приказано усилить социальное дистанцирование и ограничить количество посетителей. Помимо этого, Минздрав разрешил проводить вакцинацию учащихся на территории школ. Тем временем, компания «Маген Давид Адом» открыла около 150 центров быстрого тестирования по всему Израилю. Министр науки Израиля Орид Фаркаш-Каэн предложила ввести ускоренный процесс ввоза в страну тысячи иностранных работников хай-тека. Эта сфера отвечает за 25% национального дохода. Из-за нехватки рабочей силы многие компании нанимают сотрудников в других странах и даже переносят свою деятельность за границу. Тем временем, из-за пандемии образовался избыток безработных экскурсоводов. Министерство транспорта и туризма намерено сделать из них водители общественного транспорта. Компании «Эгет», «Дан» и «Кавим» готовы оплатить переподготовку. С февраля 2020 не могут найти работу около 8 тысяч гидов и экскурсоводов. Исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Израилем и Украиной. Сегодня в честь юбилея выпустили коллекционную марку с изображением Шмуэля Агнона, первого израильского лауреата Нобелевской премии по литературе. На обложке фото украинского города Бучич 1920 года, а справа от него синагога, разрушенная в 1944 году. Ранее посольство Израиля в Киеве запустило проект «Art Speaks History», посвященный еврейским деятелям, рожденным на Украине. В Одессе открыли мурал «Портрет писателя Владимира Жаботинского», а в Днепропетровске поэтессы Зельды Шниерсон-Мешковский. В Израиле утвердили законопроект, который ужесточает систему налогообложения компаний, добывающих природные ресурсы, нефть, газ и ископаемые Мертвого моря. Отныне они не смогут затягивать выплаты, обращаясь в суды, как это было ранее. Новый документ предписывает отчислять не менее 50% от прибыли. Часть этих налогов является уставным капиталом для фонда благосостояния, который к концу нынешнего года должен пополниться на сумму в миллиард шекелей. В случае невыплат государство получит возможность вводить штрафы в отношении нарушителей закона. К концу июня 2021 года в фонд поступил всего 741 миллион шекелей. Англичанин Лероу дал вторую жизнь витражам в Алийской синагоге, которую закрыли в 1989 году. После этого мужчина выкупил их на eBay. Спустя годы ему удалось их восстановить. Несколько цветных панелей Лероу выставил у себя в семистенном сарае и назвал свою мини-выставку «База спокойствия». В этом году он стал победителем ежегодного конкурса «Сарай года» в категории «Бюджет». Спорт, где главенствует соревновательный элемент порождения греческой культуры, а физкультура – это следование общему повелению Торы. Так считает продюсер Игорь Сандлер. На его еврейском футбольном «Мальчишнике» побывала наша съемочная группа. Кто сказал, что евреи и спорт – несовместимые вещи? Музыкант и продюсер Игорь Сандлер с детства любит играть в футбол. Ежегодно на протяжении 15 лет он приглашает друзей к себе на ранчо, чтобы побороться за мяч и титул обладателя самого красивого гола. Поле у нас не ровное, как у нормальных людей, а под углом, потому что евреи не ищут легких путей. На ровном поле любой дурак играет, но мяч гоняй, гоняй. А тут надо высчитать траекторию мяча, как он скатится, как вовремя его подсечь. Это сложнейший вид спорта. Любовь к музыке и спорту привела сюда и посла Израиля в России Александра Бен-Свии. В юности он профессионально играл в футбол, защищал честь города Нагории. Для меня возможность быть с друзьями, играть в футбол, а еще заниматься потом чуть-чуть музыкой, то что может быть? А быть все вместе для меня это лучший вариант. На ранче собрались люди разных возрастов и профессий. Главный раввин России Берл Лазар традиционно повесил оберег еврейского дома Мизузу, а перед выходом на поле благословил каждого участника турнира. Здоровье тела – это заповедь. Человек не только должен думать о здоровье и заботиться, он должен на самом деле вкладывать в это усилие, так же, как он вкладывает в служение Богу. В конечном итоге, как водится, победила дружба. Футбольный чемпионат – это только повод для встречи, признается Игорь Сандлер. Мы находимся сейчас в преддверии Нового года. Каждый год, не потому что август, не потому что хорошая погода, каждый год перед Новым годом мы собираемся здесь, чтобы принимать какое-то решение делать что-то большее в следующем году. Каждый хочет больше зарабатывать, больше здоровья, больше счастья. И правильно было сказано, что, к сожалению, в прошлом году не могли собираться. То, что мы собрались сегодня – это так же чудо, потому что все могло быть по-другому. Поэтому правильный момент, чтобы говорили Лахаим, и говорили, что мы хотим делать дальше, лучше, больше, поднять общину выше. Компания друзей собирается за столом в преддверии осенних праздников, чтобы поделиться интересными историями из жизни и отдохнуть на лоне природы. Это все новости еврейской жизни на сегодня. Все больше русскоязычных зрителей из разных уголков мира выбирают первоеврейский. Если вам тоже нравится наше видео, присоединяйтесь, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик и оставляйте комментарии под видео. Нам важно ваше мнение. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!